Здравствуйте! В эфире «Недшоу Реалисты» — совместный проект Общественной палаты Российской Федерации и Гуманитарного института телевидения и радиовещания. С вами Юлия Демяченкова. Тема нашей сегодняшней программы — «Привилегии вчера, сегодня, завтра». И я сразу хочу представить наших сегодняшних экспертов. Павел Семенович Лунгин — киносценарист, кинорежиссер, народный артист России, член Общественной палаты Российской Федерации. Сергей Владимирович Канаев — руководитель Московского филиала Федерации автовладельцев. Спасибо, что пришли сегодня к нам. И чтобы всем стало понятно, о чем мы сегодня будем разговаривать, я предлагаю посмотреть наш первый сюжет. Исторически сложилось, что чиновники имеют ряд привилегий, которые недоступны простому российскому жителю. Еще в советское время существовали телефонные вертушки, которые являлись важным статусным символом номенклатуры. Лучшие дома отдыха, куда чиновники отправлялись вместе со своими семьями. Квартиры, продукты и больницы специально для власти мущих. Во времена перестройки Борис Николаевич Ельцин записывался в районную поликлинику и даже однажды поехал на трамвае. Все это казалось чистым популизмом, и все привилегии остались на своих местах. Государственные думы сегодня установили себе заработную плату в размере оплаты федерального министра. Кроме того, они установили себе и материально-бытовое, и медицинское обслуживание тоже на уровне федеральных министров. Так, например, не за горами отдельно написанный свод законов для госслужащих, где будут прописаны их исключительные законы и права. У меня сразу вопрос к нашим экспертам. Как мы понимаем, социальное расслоение штука скверная. И уже когда-то в 2017 году и попытались решить. Но в современном мире нам полная уравниловка не нужна. Так что же делать с этими несправедливостями? Что кто-то имеет больше, а кто-то меньше? Павел Семенович. Как будто у вас есть выбор, что с этим делать. Надо продолжать жить с этим, решая для себя, что вы готовы. От себя, так сказать, отпилить и за это получить ту или иную привилегию. Есть ли какой-то уровень, выше которого вам не надо. Или вы готовы на все, чтобы по возможности получить все. Или вы наоборот, вам стыдно и противно. И вы можете отойти в сторону и не биться за привилегии. Это какой-то нравственный выбор. Но он еще и физиологический, мне кажется. Потому что есть вещи, которые я не могу просто чисто физиологически делать. Хотя казалось бы, было бы так славно. Какие, например? Какие, например? Ну, не знаю. Ходить в какие-то гости определенные, делать определенные звонки, говорить какие-то слова, которые вступают в какие-то партии, в которые, может быть, было бы разумно вступить и так далее. Это все то, что ведет к привилегиям. Я говорю, что уровень своих потребностей к привилегиям человек должен сам определять. Но сейчас же есть еще один способ. Можно, так сказать, обходиться без привилегий, если ты умеешь зарабатывать деньги. Это, так сказать, еще один путь к достижениям каких-то вещей. Сергей Владимирович. Я могу сказать, вы смотрите, у вас сегодняшняя аудитория за привилегии и против привилегии. Я представитель Федерации футовладельцев. Я говорю о том, что любые привилегии, и каждый человек вправе решать, использовать ему привилегии или нет. Но я говорю о безопасности дорожного движения. И вот в правилах дорожного движения, да, мы считаем, как раз привилегии неуместны. Вы, как правило, дорожного движения. Спасибо. Мы вернемся буквально чуть попозже. У меня тогда вопрос сразу к нашим дебатерам. Кто готов сразу высказать свою точку зрения по поводу привилегий за, против? Пожалуйста. Разрешите, начну я. Просто исторически так всегда уже сложилось, что с самых первых практически дней, когда появилось такое понятие, как власть, всегда были привилегии. Всегда цари жили на виллах, где-нибудь там на море. Их всегда сопровождала охрана, их всегда везде пропускали. И тут возникает другой вопрос, насколько они преувеличивают эти статусы, положениями. А так я за. Действительно. Ты считаешь, что человек, достигший этого положения, имеет право пользоваться? Да, человек, если действительно, не будем рассматривать момент, как он достиг. Как бы он достиг, предположим, взрослый, умный мужчина достиг какого-то своего положения. Спасибо ему некое. Как бы грубое некое спасибо. Ну, времена меняются. И, соответственно, мы должны менять что-то в своей жизни. Но кто умрет, если какой-нибудь депутат поедет на метро? Привилегии нужны тем, кому они действительно нужны. А не из-за какой-то прихоти, потому что... К кому нужны привилегии? А работникам скорой помощи должны... Оперативникам каким-то, пожарным. А депутаты, ну, они могут туда ехать и на метро. В этом нет ничего страшного. А вот у меня сразу вопрос к вам появился. О привилегиях вообще или... Допустим, о спецсигналах, когда ездят... Или только о привилегиях в движении? Привилегии это же... Привилегии вообще. Широкая вещь. Или вы так узко только говорите... Нет, привилегии вообще. А как же привилегии то, что дачи дают бесплатно? То, что помощники. Зачем это? Ну, как выдавали раньше, так и до сих пор это выдается. А ты бы отказалась, если бы тебе... Вот ты находишься в гости. Ты бы отказалась от этого? Да, я бы отказалась. Не верю. Просто не верю. Я честная. Поверь мне, я честная. Я бы отказался от мигалки, но я езжу на метро спокойно. У нас есть еще одно мнение, пожалуйста. Мне кажется, что привилегии, они у людей власть имущих создают некую иллюзию. Иллюзию того, что все живут так же, как и они. Комфортно, в тепле, сыто, довольны. Мне кажется, что для нашей власти полезно было бы ограничить привилегии до минимума, чтобы они на своей шкуре почувствовали, что такое стоять в нашей участковой поликлинике в очереди. Да, и не дожидаться своего врача, а потом видеть врача, который уже, ну, часто чувствуешь, да, что врач не обладает должной компетенцией, еще и грубит. Да, вот мне кажется, что нашим власть имущим людям почувствовать на своей шкуре – это просто полезно. Ну, можно устраивать, например, неделю такого выхода в народ, да, когда власть без привилегий полностью живет. Скорее всего, эта неделя, возможно, и закончится. А у меня тогда вопрос, Павел Семенович, вот скажите, а вы считаете, только чиновники пользуются этими привилегиями? И вообще за что дается эта манна небесная? Ну, это остатки феодального мышления, я думаю. Это такой философский вопрос, но это один из главных наших вопросов – это проблема власти в России. У нас со времен Ивана Грозного власть себя считает богом, так сказать. Власть не служит богу, а бог служит владею. Власть вообще является неким воплощением бога на земле. И так как царь и все, что вокруг него, по лесенке вниз, но, тем не менее, тоже наделяется такими божественными, волшебными и магическими атрибутами. И вот они летают на жар-птицах с мигалками, с сиренами. Конечно, вообще я этого нигде не видел. Мы сейчас говорим о банальности. Это известно всем, что не во Франции. Да, вот вы живете и работаете. Я во Франции давно уже деживую. Вы там видите, в этом проявляется как-то? Раз в году, когда приезжает какой-то премьер или глава правительства и едет экскурд. Или еще очень небольшие полицейские машинки, такие битые, старые, которые так-так-так-так-так, куда-то они едут, ловить кого-то рам очередного. Но, в принципе, вот этой такой вот институции, этих огромных, понимаешь, лимузинов, которые один за другим едут по центральным, а сегодня нет, я не веду этого.